Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Именно для этого Короче, вот, на, разберешься сам Мне некогда, у меня новостей очень много Спасибо, браток Если кто прессанет, ты знаешь, к кому обращаться У меня пресс-то посильнее будет Баду, значит Слушай, а если я захочу на свой Телефончик там это установить То че? В описании ссылочку найдешь Базар вокзал, все, не отвлекай, давай Ну наконец-то Давайте смотреть самую лучшую заставку в галактике И сразу к новостям Блять Во Так как это говнище не обсудил лишь самый ленивый Скажу максимально кратко Саша, 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 Саша Саша, Саша, Саша Саша, Саша Саша Спилберг Дума Рука-лицо Пахнет невкусно Ну это уже я Вот люблю я блогеров Люблю Вот ты их любишь? Кого? Ну блогеров Их-то? Хух, конечно люблю Каждого Да и как их не любить-то? Фоткаются Шкурыгиной Снимают свой понос После того, как проверяли дорогой доширак с дешевым Ванна с чипсами? Да, теперь скоро блоги из Думы будут Такие молодцы Ребята, все мы обожаем спиннеры и Долбоебы Ебаные Пираты Карибского моря 5 Я очень сильно переживал, что будет не очень Но на деле все оказалось не так страшно Хоть и стоит один хейт вокруг Отличная сказка Имеется куча несостыковок Но от этого фильм не смотрится говнищем К тому же, это пятая часть Обычно французы, то есть франшизы Сосуд хуи уже на второй, максимум на третий А это пятая Не понимаю я предъяв Понятно, что первая это щедевер И никому и никогда ее уже не переплюнуть Но это смотрелось весьма живенько И вполне себе интересно В общем, успокойтесь Все нормально Кроме как в фильме больше никто лицом в грязь не упал Пиратская доля И Ubisoft, значит, решили обновить таки свой логотип спустя 15 лет И теперь он выглядит так Давайте-ка вспомним, каким он был еще раньше Это вот всем привычный Этот помнят только деды Ну а этот никто никогда не видел Поменяв лого, юбики отметили, что этот минималистичный и аккуратный стиль Некая аллегория отношениям к фанатам их игр Мол, любят они их и ценят Серьезно? Наши деньги? Да, серьезно Фанаты же увидели совсем другую аллегорию Ведь не для кого не секрет, что в последнее время игры от них весьма расстраивают Хотя последний Watch Dogs вроде вышел ничего такой Кстати, ледь же началось Я знаю, что они очень похожи, но мало ли кто не был в курсе Вот сообщаю И некоторые были к нему готовы Некоторые не успели подготовиться Кто-то вообще клал на это ваше лето Ну а кто-то просто не знает, как правильно к нему, собственно, подготовиться Поэтому давайте посмотрим чудесную инструкцию по тому, как сделать это правильно к следующему сезону голеньких тел Так, с чего бы вам начать? Во-первых, вот это вот делается не один день и не одну неделю Это делается в три раза дольше и очень усердно Вот это вот и вот это Короче, все это вместе Еще вот это вот так О! Это я добился около двух месяцев Я на руках я бицепс накачал только одними отжиманиями Здесь я Спину на турниках А Ноги я не качаю Пресс Я также чисто в домашних условиях Ну короче Вот что получилось Я не знаю, каково это там со стороны Ну все, короче В следующий раз Я вам покажу что-нибудь другое Ставь лайк Если задымилась шишка от трека Ну или там где-нибудь что-нибудь потекло У меня вот постоянно дымится на искусство Так, например, недавно дико впер один болгарский художник Который дополняет сломанные уличные объекты игрушечными глазами И получается весьма драматично Уличный художник Ванюк Растев нашел оригинальный способ искусства Несовершенство городского пейзажа дополнять жизнью в виде пластиковых глаз с бегущими зрачками Таким образом в шутливой форме он привлекает внимание к различного рода проблемам За что ему, конечно же, печенье Многие считают, что у меня паранойя на тему искусственного интеллекта Ну это, конечно же, не так А как же тот случай? Привет, Siri Приветствую, Снейлкик Не напоминай А развитие технологий действительно пугает Как сюжеты из черного зеркала Например, недавно ученые научили играть в GTA нейросеть Благодаря этому искусственный интеллект быстрее научится понимать мир По крайней мере, так считают сами ученые Ведь в GTA очень много вещей, приближенных к реальной жизни Например, дорожные знаки Или, например, абсолютно безобидное насилие, которого в игре... в избытке Боты, к слову, для игр не новость Но их всегда называли тупыми неспроста Ведь их программа подразумевает алгоритм последовательных действий Поэтому игру, где происходит что-то очень сложное, но абсолютно одинаковое Ты со временем проходил на раз-два Просто нужно задрочиться Кстати, отсюда, собственно, само слово задрот И именно поэтому, кстати, игры с огромным количеством концовок так быстро стали популярными Но теперь, как по мне, идет следующая ступень развития Когда не ты будешь играть в игру, а игра будет играть с тобой И только представьте, что такую игру создаст какой-нибудь псих Целью которого будет порабощение мира Ты как, нормально? Точно? Да Просто я фантазировал на тему будущего Кстати, насчет этого самого будущего Вы в курсе, что есть некие фирмы, которые на серьезных щах занимаются формированием облика этого самого недалекого будущего? Это целые агентства дизайнеров, инженеров и тому подобных, которые создают для крупных клиентов типа Гугла инсталляции с гипотетическим будущим. Кстати, подобные конторы стараются и для фильмов, где речь идет о будущем. Вот, например, ролик, сделанный для Sony, где обычная гостиная превращается в интерактивную игру в виртуальной реальности. Как же скучно я живу. Да ладно, брось, ты представь, сколько они недоговаривают, думая о будущем. Ведь там не только так все радужно и весело. Макс, у тебя точно паранойя? Да нет у меня никакой паранойи. Кто здесь? Это СМС. А, окей. Ладно, будущее о будущем, но у нас тут как бы и настоящее имеется. И у нас тут, знаете что? Левитирующие, мать его, ароматические свечи. Чего? Смотри. Китайская контора Уин представила проект с левитирующим контейнером. И называется он ароматический космический корабль. По заявлению создателей, белый кокон с ладаном представляет из себя рай. Черная базовая станция землю, а дым, исходящий от устройства, олицетворяет облака и текущую воду. Ох уж эти китайцы. Ага. А вот Intel взяли и пизданули новую линейку процессоров. Теперь это i9, который уже можно хотеть, но пока нельзя купить. Новые сучки обозваны Core X и содержат от 10 до 18 ядер. Ну и понятно, что Intel это делает, чтобы нанести очередной больной удар по 16-ядерным процессорам от AMD. И помните, когда я говорил про Ryzen, мол, Intel зачешутся? Ну вот. Ставь лайк, если я Ванга. Про характеристики говорить долго и невкусно. Для простых смертных знать нужно лишь то, что стоить это говно будет очень много. Но и мочь тоже. Ну че ты, скажи цену того самого дорогого. На самом деле для флагмана не супер обосраться, но немало. 2к баков. Но за 18 физических ядер. То есть рендер охуеет сам от себя. А играм будет просто не по себе от скорости их пережевывания. Жестко. Не то слово. Но есть кое-что пожестче. И опять китайцы. Их ученые, значит, создали устойчивые капли жидкого металла, которые в будущем станут основой для роботов нового типа, напоминающих жидкого терминатора из одноименного фильма Джеймса Кэмерона. Да ну ебаный в рот, я уже сам начинаю паниковать. Ну а я о чем? Потом будем вот так вот охуевать. Вспомните еще, дядю Снайла. Самое забавное, что область применения никто не объявлял. Так что пункт «Захватить мир» никем не вычеркнут. Кстати, вот еще повод обосраться на ночь. Есть в Новой Зеландии один тематический парк ужасов, представляющий собой дом с привидениями, зомбарями, оборотями, ну и прочей такой утварью. И чтобы обсирались не только те, кто туда ходит, владельцы сделали и выложили ролик в сеть с обитателями местной фауны. Давайте поглядим. А если приглядеться, такое ощущение, будто находишься в ЖЭКе или в любой другой государственной организации. Точно? Тогда не страшно. Там, к слову, упыри куда пострашнее обитают. С этим не поспоришь? Кстати, о людях. Не очень хороших. «Не любовь» – очередной фильм автора Левиафана, наверняка будет воспринят в штыки соотечественниками. Но наверняка будет хорош. Ведь тот же Левиафан был крайне правдив и красиво отвратителен. Думаю, за это, да и не только, на фестивалях фильмы Звягинцева всегда удостаиваются премии. Кинцо явно не для детишек, ибо нужно чувствовать и думать. Так что будьте аккуратней. Продела на свою голову. Ты погляди, на кого ты похожа стала, а? На кого? Да вам, блядь, вот на кого! А кто смотрит «Кремниевую долину»? Я. Ставьте лайк, у вас чертовски замечательный вкус. Но тут, к сожалению, просочились не очень-то приятные новости. Ти-Джей Миллер. Вот этот самый обаятельный чертяка, заставляющий умирать с осмеху, особенно в озвучке «Кубик в кубе», покидает сериал. Да ну нахуй! Да, хуйня. Полная, а что хоть сказал-то? Ну, мол, не хочет, чтобы в его жизни все было аккуратно и стабильно, и вообще творчество должно всегда подвергаться каким-то рискам. Ну и плюс ко всему он чувствует, что готов. Пиздец. Стоит отметить, что актер, по сути, раскрылся за счет данного сериала. Но, видать, душа вас желала большего. Что ж, пожелаем ему удачи, ведь актер действительно годный, но его однозначно будет не хватать. Ну и напоследок, самым высоко оцененным фильмом на кинопоиске стал проект от ФБК «Он вам не Димон». Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наша полномочия и все. Итак, мы уже сочиняли стих, делали косплей, ну и настало время для слогана. Человек, который придумывает самый оригинальный, на мой взгляд, получит видео личного характера. Ну, но не про он. Нет, ни в коем случае, скажу просто пару добрых слов. Как это у молодежи называется? Видеосигна там, или типа того. Короче, дерзайте. Слоганы в комменты. Вообще, тут я хотел поговорить про новую презентацию Apple, ибо ни слова не сказал о ней в основной части. Но что-то поглядел, и говорить там особо не о чем, поэтому я вам тут кулстори подвез из жизни. Короче, как-то раз я делал ремонт, когда еще у себя в комнате, и позвал помогать своего друга, с которым мы еще с младших классов носились по улицам и курили бычки. Чувак, работающий в сфере ремонта и знающий, что почем. Ну, это я так представлял, и он, видимо, тоже. А вот реальность была совсем иной. Если перечислять все, что мне пришлось терпеть, уйдет не один час. Я расскажу лишь малюсенький случай. Мне нужна была дверь. Но дверь нужно не только купить, ее же нужно еще и установить. А я почему-то купив ее, отказался от установки от производителя. Ведь дружище уверил меня, что это совершенно не обязательно, и зачем тратить лишние деньги, когда есть он. Ну, так и быть, шарит ведь. Начался процесс установки. Настолько филигранных манипуляций с дверью я еще не видал. Казалось бы, этот человек действительно понимает, что делает. По пути рассказывал, что на работе они ставили специальные пожарные или какие-то там двери весом в 300 килограмм или типа того. И вот в процессе мерки, чтобы установить дверь, сначала нужно собрать коробку и прикинуть все это на полу. Мастер потратил минут 15, а то и 20, вымеряя каждый миллиметр. А на мой вопрос, что все ок, ответил уверенно, конечно. Короче, спустя еще минут 20, мы поехали за новой, уже не родной коробкой. Кстати, мы до сих пор в нормальных отношениях, но работать вместе уже вряд ли будем. И да, я надеюсь, те, кто попадают в ад, живут в вечном, не заканчивающемся ремонте с охуенными мастерами. Всем добра. Ну, на сегодня все. Надеюсь, тебе понравилось. А если нет, у меня есть Васек. Подписывайтесь на мою страничку ВКонтактике, подписывайтесь на мой паблик ВКонтактике, подписывайтесь на мой инстаграмчик. Обязательно подписывайтесь, там просто великолепно. На мой твиттерочек подписывайтесь, ну и на твиттичек, конечно же. Ну и это, хуль как это!